МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Обнаружили сургутские полицейские. Об этом сообщает пресс-служба окружного управления МВД. В частности, на одном из дачных участков СНТ «Газовик» сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции нашли 35 тысяч пачек немаркированной табачной продукции. А при обыске в одном из торговых павильонов на улице индустриальные оперативники изъяли еще полторы тысячи пачек разных наименований. Полицейские установили личности хозяев табака. Это двое мужчин 80-го и 89-го годов рождения. По версии следствия, продукцию, общую стоимость которой оценивают больше, чем миллион рублей, злоумышленники собирались продать. В настоящее время вся партия изъята и направлена на исследование. В настоящее время следователями МВД России по городу Сургут возбуждено уголовное дело по статье производства, приобретения, хранения, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки. Совершенная группа лиц по предварительному сговору. Югорские спасатели завели ТикТок на аккаунте под названием МЧС Хмао. Сотрудники МЧС публикуют трюки и челленджи, а также полезные лайфхаки. Пожарные уже приняли участие во флешмобе «Югра покоряет Пекин». В главном управлении ЧС МЧС по округу объяснили, что ТикТок им нужен для популяризации культуры безопасности среди югорчан. Сейчас спасатели опубликовали 8 видеороликов. ТикТок им нужен для популяризации культуры безопасности Дебют Сергея Телегина на Олимпийских играх состоялся. И сразу с победы. Сегодня выпускник Югорского колледжа интерната Олимпийского резерва вышел в составе национальной команды в игре против Швейцарии. С этого противостоянина начался путь в Олимпийском турнире для россиян. Сергей Телегин выходил на лед в третьем звене под седьмым игровым номером. Соперник оказался не самым простым. Россияне долго не могли найти ключ к воротам швейцарцев. Единственная шайба была заброшена за три секунды до конца первого периода. Минимальная победа 1-0. Напомню, что на главные старты четырехлетия поехал и Кирилл Марченко. Он за несколько дней до начала турнира был переведен в резерв. Экс-нападающий Мамонтов Югры находится в Пекине и ждет возможности выйти на лед в составе национальной команды. Стоит отметить, что в юношеской команде тренировал Сергей и Кирилла нынешний наставник Мамонтов Югры Олег Таубер. Кристина Рисова пробежит олимпийский спринт. Эта гонка состоится в пятницу 11 февраля. Сегодня тренерский штаб национальной команды огласил списки спортсменок, которые поборются за медали в этой дисциплине. Кроме Кристины Рисовой спринт пробегут Ульяна Нигматулина, Светлана Нюронова и Ирина Казакевич. Сильнейшие продолжат борьбу в пассюте 13 февраля. Спринт станет третьей гонкой для Кристины Рисовой на этих играх. Ранее она выступила в индивидуальной гонке, а также в смешанной эстафете, где завоевала бронзовую медаль. С этим успехом ее поздравили губернатор Югры Наталья Комарова и министр спорта России Олег Матыцын.